Да, действительно, проблемы есть. Видим только лишь решение этих проблем в двух направлениях. Первый, конечно, это дирекция благоустройства города, которая непосредственно отвечает за наши улицы, дороги. Конечно, там сильно изношенная техника. Есть техника аж 80-х годов. Сейчас там проходит инвентаризация. Мы смотрим, от какой-то техники откажемся, какая-то просто уже надо сдать в металлолог и не возвращаться к этому вопросу. Сейчас рассматриваем возможность заключения договора лизинга. И в лизинг, в аренду должна быть современная техника, которая будет убирать наши улицы. Сейчас смотрим финансовое состояние дирекции благоустройства города. Конечно, без замены автопарка и приобретения таких малогабаритных транспортных средств, которые мы сейчас видим с вами. В других городах появились небольшие тракторы, которые убирают в том числе и не только проезжую часть, но и тротуары. Вот мы тоже планируем, как бы нам тяжело не было, как бы не было тяжело с бюджетом, но приобретят эту технику. Ни один ручной труд, конечно, сколько бы мы там людей не принимали, конечно, мы город наш вручную не очистим. Конечно, мы будем приобретать технику. Это как бы одно из направлений. Второе направление. Конечно, не только дирекция благоустройства города отвечает за чистоту в городе, но и предприятия, которые работают, у них есть, безусловно, своя территория, которая зачастую, к сожалению, должным образом просто не убирается. Поэтому основная задача префектур, которая сейчас созданная, и функции административно-технической инспекции мы передали туда, это контроль за уборкой прилегающих территорий ко всем объектам, ко всем предприятиям, которые работают на территории нашего города. Прилегающую территорию они должны, прежде всего, убирать. Не только для себя, но и, конечно, для граждан. Если посмотрим и центры Рязани, то, наверное, более 60% вы видите, это находятся предприятия потребительского рынка, и, прежде всего, это в том числе и их территории, которые они должны просто убирать. Мы считаем, что здесь сначала уговоры, потом предписания и потом, конечно, штрафные санкции. Штрафные санкции, есть вилка от минимума до максимума. Мы ориентируем и своих коллег на том, что сначала надо просто попросить человека для того, чтобы он убирал свою территорию. Те, кто не понимает, конечно, это штрафные санкции, и штрафные санкции по максимуму. Продолжение следует...